Хочу рассказать, снять небольшое видео, рассказать вам о системе связи Winlink. Winlink с помощью программы Winmore, в общем, все смешалось в двух словах. Программа для передачи имейла, электронных писем, каких-то текстовых файлов, изображений, без интернета. По всему миру раскиданы некие узлы радиолюбительские, подключенные во всемирную паутину, ведущие прием на определенных частотах. И с помощью протокола связи Winmore можно с ними связаться и отправить электронное письмо. Дальше письмо попадает в интернет и находит своего адресата по указанному адресу, куда вы отправляете. Также можно письмо получать. Присваивается электронный адрес Winlink с расширением winlink.org. И написав на этот адрес, также можно получить письмо, не имея интернет. То есть буквально радиостанция, ноутбук, автономное питание и все. Очень активно этой системой пользуются яхтсмены. Есть возможность передавать координаты, подключив GPS. Есть возможность передавать погоду и так далее. Сейчас я продемонстрирую, как это все работает. У меня включен трансивер. Соединен он CAD-интерфейсом с компьютером. Для того, чтобы управлять частотой, трансивер подключен к антенне. Программы все открыты. Сейчас мы напишем электронное письмо. Я открываю ярлычок, нажимаю на ярлычок «Написать новое сообщение». Указываю адрес, куда мы пишем. Пишу свой адрес. Электронный адрес почты. Ну, какое-нибудь короткое сообщение напишу. Например, 1, 2, 3, 4, 5. Вот такое вот. Сохраняю его в папочке Outbox. Вот оно здесь появилось. Outbox. Дальше открываем сессию. Сейчас мы будем подключаться к норвежской станции LA-3F на частоте 10, 147, 30 метров. Сейчас продемонстрирую, как это... Нажимаю старт, как это будет выглядеть. Консивер переходит на передачу. Вот нам отвечает норвежский линк. Соединение установлено. И передается... Из папки Outbox передается письмо в интернет. Все делается автоматически. Трансивер сам выходит на передачу. А на сколько же есть? Норвежская станция нам автоматически отвечает. Вот мы слышим такие цифровые посылки. Винморовские. Вот идет передача. Здесь вот такая зеленая линеечка наверху. Вот она. Собственно, когда она закончится, передача файла будет завершена. И мы увидим наше письмо в обычном почтовом ящике, обычной программы или на сайте Mail.ru. Дождемся окончания. То есть цифра 1, 2, 3, 4. Передача занимает достаточно долгое время. Я пробовал передавать картинку. Это было очень долго, поэтому отказался от этой затеи. Какие-то короткие текстовые сообщения передавать можно. Ну и, соответственно, тоже связь может быть неустойчивая из-за прохождения, из-за потери сигнала. Вот. Поэтому приходится ждать. Вот у нас как раз передача идет, а норвежская станция ушла в шумы и не отвечает нам на наши посылки. Так что, возможно, с первого раза письмо и не отправится. Придется делать это еще раз. ВОТОМОБИЛЬНОВИЛЬНЫЙ ФИОПЛОБИЛЬНЫЙ 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 ФИЛИКС ну вот сессия сессия прервалась письмо осталось в не отправленных надо пытаться пытаться провести связь еще раз отправить письмо еще раз опять открываем сессию делаем старт пошла передача на том конце нас не слышит ответа нету двух словах вот такая вот система связи так она работает для меня это было открытием поэтому делюсь с вами